Здравствуй, дорогой зритель! В эфире Первого городского начинается программа Вятка Тудэй. Вятка Тудэй это как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев и вот что сегодня мы для вас понаснимали. Смотрите сегодня в программе. Самое забавное и радующее мозг новости дня в рубрике Дичь дня. Группа Нана поздравит жителей поселка Восточный с Днем Поселка. Восьмилетнему жителю Кирова приходится выполнять работу, которую вообще-то должны выполнять коммунальщики. А чтобы вот тут можно вот ямку-то тоже можно выкопать ведь. Эмоции тех, кто сегодня ездил по улице Ульяновской. Мальчишник в Вегасе для малышей в рубрике в Борредакции. Только с куклами. А также пристроим очаровашку Бобика. Он песик молодой, ему примерно полтора года. Очень маленького ростика, примерно как такса. И выясним, что мужчины знают о макияже. Либо там есть такие кофейные специальные там ролики. И что? Чтобы там мешков не было. Начнем программу с новостей из Витебска. А почему бы, собственно, и нет. Так вот, в городе Витебск горел светофор. Причем не просто горел, а полыхал настоящим огнем. Самое интересное. Об этом пожарные узнали, посмотрев свадебное видео своего друга. Где он вместе с невестой прогуливался на фоне горящего светофора. Вы думаете, подобных новостей в Кирове быть не может? Зря. Специально для таких у нас есть рубрика «Дичь дня». Первый заголовок, как рассказывают бизнес-новости. Россия приступила к созданию новой баллистической ракеты. В Доме культуры России в Нововятске, знаете ли, умеют себя занять. А вот заголовок из твиттера ГТРК «Вятка». «Уроки скандинавской ходьбы в Александровском саду». Естественно, взгляд приковывает слово «ходьбы». А, насколько в ГТРК «Вятка» работают профессионалы, они не могут допустить такой отпечатки. Поэтому, похоже, этот заголовок нужно читать так. «Уроки скандинавской ходьбы в Александровском саду». Ну, пожалуйста. Заголовок от Мария ФМ. Там полицейских и народных дружинников разведут. А многие из нас с вами даже не знали, что они были женаты. А вот заголовок от Ньюслера «Евро-2016» помог отправиться во Францию. Похоже, это интервью у Кокорина с Мамаевым. Группа «Нана» поздравит жителей поселка Восточный с Днем Поселка. Судя по тому, что вокруг поселка Восточный в основном зоны, ребятам вместо «упала шляпа, упала на пол» придется разучить что-нибудь вроде этого. Ну, а закончим сегодняшним фотосоветом для всех девчонок. Дорогие девушки, если вы хотите, чтобы парень носил вас на руках, пожалуйста, всегда уточняйте, как. Это была рубрика «Десять дня». Какие в Кирове новости и фотографии, такая и рубрика. Ну, а теперь перейдем к максимальной концентрации трэша в одном отдельно взятом доме на улице Советской. Там есть все. И дурно пахнущий потоп, и крысы, выбегающие из унитаза, и маленький восьмилетний мальчик, который в одиночку пытается с этим бороться. Слово Саше Светлику. Каждое лето здесь, на Советской 22, от площадки сквозь лесок течет звонкий ручеек. Правда, этому водяному чуду совсем не рады жители дома по Советской 22, потому что он подмывает фундамент и не дает спокойно жить. Тараканы, крысы, блоки, они идут от сырости, от души. По словам жильцов, каждое лето после дождя им приходится ходить по колено в воде из-за отсутствия ливневых стоков. С этого дурна у нас вода как течет, сюда вниз идет, и подвал у нас, вся вода идет. Людям явление не нравится, а братья меньше напротив, пищат от удовольствия. Вон видно, кто-то ползал там сейчас. А там крысы бегают. Они, знаете, как интересно, из унитаза выходят. Крысы из унитаза? Стучу, чтобы они убежали. То есть нужно предупредить крыс о своем приходе? Да, чтобы уходили. Тараканов вызывало, тут отравили. Они тут отравили, они умный народ. Все ко мне домой прибежали. А влохи ДТВ их кусают, все прыщиками открываются. У меня что такое вот был прыщик? Из-за влох? У меня аллергия на них. У нас канализация топит, г**м, бывает. Сюда идет, туда течет, и ко мне в ванну, из ванны под поле идет. Как Атлантида уйдем. Чтобы квартира, как Атлантида, не уходила под фекальные массы, восьмилетний жилец Миша, не дожидаясь ответа ЖЭКа, сам начал решать проблему и прокопал небольшой водоотвод, который планируют доделать сегодня. Чтобы вот тут можно вот ямку-то тоже, можно выкопать ведь. У меня вот есть лопата в календаре, вот я сегодня начну прямо копать уже. С железной лопатой ломаной. В управлении жилищного хозяйства города Кирова сегодня не отвечал ни один телефон. Поэтому Миша решил лично обратиться к ответственным лицам для решения проблемы. Вот этот камень мне заложить, и все не будет течь. Ты уже начал, да, работу? Да, ну да. Дядя, тетя, приезжайте, сделайте нам яму, чтобы к нам не текла вода. Буду вам помогать. От печали до радости. Так поется в песне, и так происходит в нашей программе. Прямо сейчас рубрика «Порадовала», которая расскажет и покажет, как выглядят эмоции автомобилистов, которые сегодня прокатились по улице Ульяновской, неподалеку от перекрестка с улицы Щерса. Это известный участок дороги в кругах автолюбителей по улице Ульяновской. И как говорят сами водители, дороги здесь... Никогда не было. Ну вот, случилось чудо. И вы только посмотрите, появился новый ровненький асфальт. Можете показать одну эмоцию радости от того, что появилась хорошая дорога? Ура! Эмоция радости. Ура! Дождались. Ха-ха. Хорошо, наконец-то. Ура! 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 Маркин. Ухо! Так вот радуются на Ульяновской, да? Вы, настоящий пацан. Да. Да. Спасибо. Молодец. Не сошли. Теперь ездить по улице Ульяновской водителем будет одно удовольствие. Оксана Стяжкина и Дуэль Прозоров. Программа «Вятка Тудей». Ну а теперь время для рубрики, которая пригодится тем, кто еще не запланировал свой собственный уикенд. В эти выходные в Кирове будет масса мероприятий, которые стоит посетить. И одно из них, которое выбрал Саша Сорокин, называется, по его версии, «Мальчишник в Вегасе для самых маленьких». Рубрика выбора редакции. Прямо сейчас есть секретная лаборатория, куда нам посылают конверты с интересными городскими мероприятиями. Мы расскажем тебе, дорогой друг, как провести выходные нескучно. Прямо сейчас выбор редакции. Перебор. Начнем с наших родных кировских гуляк пешком по вятке. В эти выходные ребята организуют очередные выгулы, выгулы кировчан. 16 и 17 июля записаться на прогулку можно в группе ВКонтакте. С Чикингага. А если тебе в эти выходные хочется пофоткаться с известными переведущими с Первого городского канала, выгулять свой новый плавательный костюм, тогда тебе вот сюда. 16 июля. Пляж Титаник. Вечеринка от Первого городского. День Нептуна. Приходи, а? Ну а если ты отвязный малыш, твои мама и папа частенько показывают тебе фильмы с названиями типа «Отрыв на каникулах», «Мальчишник Вегаси», то для тебя, специально для тебя, зажигалочка, в воскресенье 17 июля спектакль «Куклы на каникулах». Это будет примерно вот так. Только с куклами. Это была рубрика «Выбор редакции». Головокружительные выходные только после наших советов. А сейчас немножко Бобика. Нет, меня не увезут на полицейском автомобиле, как бы, наверное, некоторым хотелось. Сейчас мы попытаемся пристроить собаку, которую зовут Бобик. Сегодня мы хотим вас познакомить с этим прекрасным псом по кличке Бобик. Бобика нашли несколько дней назад в районе дома номер 1 по улице Чапаева. Теперь пёс надеется, что совсем скоро найдутся его прежние хозяева. Он пёсик молодой, ему примерно полтора года. Очень маленького ростика, примерно как такса. В еде он неприхотлив, очень добрый, ласковый, игривый. Любит детей, подходит для проживания в квартире. Если вы узнали в Бобике своего питомца или хотите стать для него новым хозяином, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 698 5272. Ну а завершим программу мужским макияжным тестом. Я не знаю, что случилось в жизни Саши Светлика, но он решил поспрашивать мужчин о тонкостях нанесения макияжа на лицо. И результаты тоже налицо. К доске! Что такое смоке айс? Что-то с вровями вроде бы связано. Подводки, наверное. Что такое смоке айс? Айс это поцелуй? Дымные поцелуи, встали? Дымные... Очки? Дымные очки смоке айс. Ну вот угадал, значит, очки-то. Смоке айс это? Что-то холодное, не знаю. Льной поцелуй. А что это? Для макияжа? Да, ну... Что такое смоке айс? Для глаз, для подводки, там, ну... Возможно, я не знаю. Откуда такие вознания? Визажист? Ну, так немножко увлекался. К доске! Сколько стоит, на ваш взгляд, хорошая тушь для ресниц? Ну и 300. Рублей 500, наверное. Тысяча, наверное. Сколько стоит хорошая тушь для ресниц? 200. Тушь для ресниц около где-то 500-600 рублей. Денег. Рублей 300. 300 рублей, чтобы хорошая, чтобы красиво было. К доске! Чем девушке скрывают синяки под глазами? Макин, наверное. Тюни, наверное. Кудры. На эту, на ватку-то эту специальную у них. Помакать туда и нанести. Пробовал? Нет. Кремом тонально. Как замазать синяк на девушке? Что нужно сначала? Наверное, предоставить ей. Синяк сначала предоставить ей? Нет, не синяк, а тени для, чтобы она взяла макияж себе. Чем умело скрыть синяки под глазами? Умело уворачиваться. Либо там есть такие кофейные специальные ролики, чтобы там мешков не было. Помогает? Ну, бывает, помогает. К доске! Красная помада, это вульгарная? Да нет, даже приятная. Красная. Ну, в общем, использую совсем. На них было приятно смотреть. Нравится девушка с красной помадой? Нет. Нет, некрасиво выглядит. И с помадой, может, просто пройду, даже не обращу внимания. Ну, а с помадой обернетесь? Обернусь, наверное. И посвистите даже? Нет, посвистите, нет, я думаю. Я отрицательно отношусь к женскому макияжу, потому что язва желудка у мужчин гораздо чаще, чем у женщин. Это из-за помады? Да, точно. То, что мне всякие имя. Стронций, калий, бром, банадий, литий, паладий. Система Менделея вот там. К доске. И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, присылайте их в нашу редакцию. Электронная почта вяткатудейсобакамейл.ру Номер телефона 54-18-19. В студии же был Роман Корнеев. Это была Вятка Тудей. Как новости, только душевнее. Пока-пока. Продолжение следует.